Звук сирены и включённые проблесковые маячки – сигнал экстренной ситуации. В исключительных обстоятельствах важно чётко и слаженно действовать всем участникам дорожного движения. Не только потому, что это чёрным по белому прописано в правилах дорожного движения, но также потому, что в этот момент в машине скорой помощи могли бы находиться вы или ваши близкие. Скорая помощь, когда едет с включёнными сигналами, это означает, что где-то тяжёлая или авария, или тяжёлый пострадавший есть, и скорая стремится чем быстрее доехать. Это идёт на минуты, на секунды, потому что это угрожает жизни человека. К сожалению, такие простые вещи очевидны совсем не для каждого. Только в этом году произошло два ДТП с участием средств оперативного назначения. Чтобы предупредить подобные ситуации и проверить выполнение правил дорожного движения, в Бресте был организован тренировочный прогон автомобиля скорой помощи. Каждый гражданин должен понимать, что если средства оперативного назначения, будь то скорая, МЧС, непосредственно сотрудники милиции едут с включёнными маячками синего либо синего-красного цвета, то в обязательном порядке нужно предоставить им преимущество, потому что именно от этого зависит скорость прибытия к месту назначения, зависит человеческие жизни. И ваша каждая минута где-то не уступить или какое-то препятствие создать для данного транспорта создаёт угрозу жизни и безопасности тем людям, которые ждут помощи. К большому сожалению, первых нарушителей пришлось ждать недолго. Принять вправо. Такси вправо. Как приняли. За невыполнение требований лицом управляющим транспортных средств правил предоставления беспрепятственного проезда средства оперативного назначения предусмотрена административная ответственность от 2 до 10 базовых величин с лишением либо без лишения права управления транспортными средствами до 1 года. Печально, но в ходе мероприятия всего за полчаса было выявлено 4 нарушения подобного рода. Теперь виновные ответят за свою халатность, хотя штрафы порой не соизмеримы с ценой такого проступка.